Добрый день! В Владивостоке начался кинофестиваль «Пасифик Меридиан» и прошли выборы. И вот в связи с этим у меня вопрос, а в каком жанре киношном прошли выборы муниципальные представительные органы власти? Ну, в Дума, скажи по-простому. Я хочу об этом спросить моих постоянных экспертов по политическим вопросам. У нас Шамилев, Наривай, Александр Иванович. Как вы думаете, это жанр был трагикомедии, драмы, детективы, боевика, выборы в Владивостоке в Думу 2017? Я бы разделил на три части. Первая часть – это досрочное голосование в тиках, это порнография. Вторая часть – досрочное голосование в участковых комиссиях. Это, скорее всего, криминальная драма. Скорее всего, по моему мнению. А голосование в день голосования – это не экшен, это, скорее всего… Семейная драма? Нет, это унылая, скучная художественная драма. Да, для арт-хауса нужно иметь талант. Это унылая, скучная семейная сага. Ерунда, да. Павел, ваше мнение? Я бы назвал, действительно, первую часть выборов «Приключенческий боевик», где были аресты, задержания, драма небольшая. Ну, а вчерашний день голосования прошел в такой спокойной манере, как такой обычный художественный фильм. Ну, очень скучный. Так, у нас есть звонок, да? Александр Южетаев, добрый день. Добрый день. Каковы ваши впечатления? Вы один из старейших участников всех политических процессов в городе Владивостоке. И что случилось вот в эту избирательную кампанию? Вы же баллотировались опять в Думу города Владивостока, да? Ну, не опять основа, скажем так, да? Давайте. Ну, скажу так, что Думу города Владивостока сегодня выбрали, если брать мой округ, где никакой просто кандидат от «Ядра» Примаченко такой. Да, он у нас во всех СМИ уже безработный, доход ноль за 2016 год, имеет охеренную собственность, скажем так по-русски. Так. Которую показывает, но остальное не показывает. Но это на совесть и те, кто его двигал, понимаете? Досроты. Досроты – это те, кто голосовали досрочно за неделю, да? На небольшом, скажем так, округе составило 800 человек. Подвозы, то есть с 6 по 9 числа подвозы с досротами, это вот, ну, собственно говоря, организовывал этот товарищ. То есть, соответственно, заклеил все остановки, загадил всю бухту Тихую, понимаете? Вот, везде писали, обращались. Александр Григорьевич, судя по вашему тону, он победил, а вы проиграли. Нет, он не победил. А кто победил? Он выиграл. А, он выиграл, он не победил. Победил я, понимаете, в очередной раз, как и на других выборах. А выигрыш достался другому, вот если правильно. Ну, хорошее замечание. У нас за руку были взяты, в том числе, члены комиссии, приседатель комиссии, учительница у нас, два, за это дело в 25-й школе в начальной. За что ее взяли за руку? А ее взяли, потому что она давала бюллетени людям, которые прописаны были чуть ли не в Тюмень-Оглыбле, понимаете? То есть, не по Владивостоку, а по другим участкам. Ну, эти, собственно говоря, эти люди и делали досроды, понимаете? Я понимаю. Седьмого, седьмого, восьмого числа. Кроме того, в день выборов уже, да, утром люди проснулись, и на домах вдруг увидели листовку якобы от меня, идите голосуйте, ставьте плюсик за Юртаева, а за остальных минусики, понимаешь? То есть, это... Да, агитация в день голосования это запрещено, это подстава. Да, нет, это... Плюс-минус. Плюс-минус. Попробуй докажите, мне говорят. Мой оппонент. Ну, ты докажи, что это я, понимаешь? Ну, не докажите. Так. И фактически в секс-шопе открыт был его штаб. Что значит, фактически? То есть, в самом деле, там, где магазин секс-шоп? В секс-шопе, да. Или в здании, где магазин? Или в магазине? В здании магазина, они с секс-шопа выходили, заходили, там все, как у них там. Понятно. Ну, то есть, есть фотографии, все это... Ваше замечание про данный фильм было правильным. И всем остальным. Поэтому выборы, это не выборы, понимаете? Я, честно говоря, сочувствую сегодня руководителям «Единой России», что они получили никакое, понимаешь, в этом, так сказать, невыборе, понимаете? И что они будут с ним делать потом, когда грянут президентские выборы, я не знаю, понимаете? Александр Георгиевич, да, хорошо. Спасибо, что вы нам рассказали это. Я надеюсь, что ваша политическая карьера на этом, ну, никак не прервалась, потому что вы человек известный и заслуженно за вас голосует очень много людей в городе Владивостоке. Ну, вот да. Вот, вот, да. Вот что здесь сказать? Вот это вот тот вариант, когда порнография оказалась и в кино, и в действительности. Ну, кстати, да, в СМИ писали об этом еще в субботу, о том, что там есть секс-шоп. Ну, это не зазорно, конечно, иметь штаб там, где в доме есть секс-шоп. Ну, очень часто кандидаты используют все ресурсы. Если у кандидата есть секс-шоп, он там может и шап расположить, и компания такая. А, если еще у него бизнес с этим связанным, ну, почему бы и нет? Огромная, огромная индустрия сексуальных услуг. Но самый главный вопрос все-таки. В этом году впервые за последнее время было вновь разрешено предварительно, нет, досрочное голосование. Хотя прежде по закону оно было отменено на всех выборах, сначала на федеральных, потом на губернаторских региональных, и потом на муниципальных. И вопрос, почему оно было отменено? Именно потому, что это была лазейка, через которую было очень много нарушений закона. Вот чтобы не провоцировать людей, политтехнологов и тех, кому они платят деньги, в какой-то момент законодательная, ну, Государственная Дума решила этого не делать. Но буквально спустя несколько лет, то есть уже года 3-4 назад, Верховный суд вдруг рассмотрел жалобу кого-то из простых граждан и счел, что вот отмена досрочных выборов – это нарушение их прав. И в этом году везде по стране, вот в рамках муниципальных выборов, досрочное было вновь разрешено. И мы видим, что? Мы видим сплошной, видимо, подкуп. Трэш. Трэш. То есть это даже фильм категории С, это, наверное, индийские фильмы. Не индийские, веселые. Веселые. Но я думаю, те люди, которые получили деньги, они тоже веселились. Было и такое. Да, и некоторые с весельем приходили уже веселые голосовать. На самом деле… Правда, не могли узнать, за кого голосовать, они советовались вот за кого именно голосовать, чтобы получить полную отдачу от всего этого. Да, что на самом деле? И чтобы потом не забыть, за кого проголосовали, фотографировали бюллетени в кабинках. Да, чтобы гонорар за это, гонорар за съемки в таком фильме был гарантирован сразу. На самом деле, Андрей Ильич, ситуация-то очень простая. То есть, если говорить всерьез, то в городе Владивостоке избрана новая городская дума. Но уже избрана. У вас нет сомнений, что может быть все-таки оппозиционная партия, но, скорее всего, ДПР и коммунисты скажут, что столько было много нарушений, давайте хотя бы не будем учитывать те голоса, которые были поданы досрочно. Андрей Ильич, я думаю, коммунистам грех жаловаться. Почему? Потому что у них 22% по спискам, это 4, а то, может быть, и 5 мандатов сугубо по спискам в рамках города. И у них сейчас 4 одномандатных округа. А если бы не было результата в досрочном голосовании, что бы у них было? Если бы не было результата в досрочном голосовании, у нас уже бы был новый губернатор. Потому что они бы, коммунисты, показали такой же результат, как Единая Россия. То есть во Владивостоке все-таки люди голосуют скорее против Единой России, и когда они голосуют против, они выбирают, за кого им голосовать. И, наверное, они выбирают справедливую Россию, либеральные коммунисты. Сейчас вот приезжал федеральный, как он называет себя, политик Никита Исаев, ругался на всех, как всегда, здесь. Который обещал снять Миклушевского. Обещал, пока не снял. Суть не в этом. Он уезжая говорил, какой прекрасный город Владивосток. Единственный в своем роде. Я посетил полстраны со своими гастролями и вижу, какие прекрасные жители Владивостока. Очень свободный по духу город. Очень хорошо. Ну, мы такими должны быть. И что здесь ждать Единой России? И это же вам не Чечня? Это же не что-то там? Здесь очень сложно управлять массовым сознанием. Ну, может быть, Владивосток это тот полигон, где политические партии в самом деле реально могут конкурировать за симпатии? Нет, Владивосток это просто пожизненная проблема для партии власти всегда. Так, у нас еще звоночек есть, да? Давайте еще послушаем. Еще один участник избирательного процесса, но уже человек просто голосовал. Дмитрий Юрьевич Алексеев, добрый день. Здравствуйте. Вы ходили же на выборы, да? Я вот читал ваши заметки. Конечно, я всегда хожу на выборы. И вот первый у меня вопрос, когда вы для себя решали, за кого голосовать, каким выводом вы пришли? То есть, насколько вот интересны были те персоны, которые хотели быть кандидатами, вернее, были кандидатами и хотели попасть в городскую думу? Нашли ли вы там кого-нибудь любопытного? Честно говоря, выбор был довольно трудный. Несмотря на то, что я стараюсь вести активный гражданский образ жизни. Это очень хорошее замечание. Активный гражданский образ жизни, это замечательно, хорошо звучит. То есть, вы поинтересовались заранее, кто эти люди, так? Да, пытался, пытался. Не о всех удалось мне составить мнение, но от тех, кто составил, ну, интересные люди, молодые. Но, конечно, вот так однозначного лидера из Голубы я бы проголосовал, но было найти мне сложно. То есть, вот по тем данным, которые были отмечены в бюллетенях для голосования, и вот на избирательной агитационной продукции, там было непонятно. Ну, один неплохой человек, другой славный человек, у одного бизнеса, а у другого, наоборот, ничего нет. Да, домохозяин. Домохозяин, да. И вот у меня следующий вопрос. Ладно, вы все-таки за кого-то проголосовали. Надеюсь, вы не подбрасывали монетку. А, ну, вы же, может быть, как-то вот сложный алгоритм запустили математически на каких-то устройствах. Но вот следующий вопрос. Одним из важнейших дел, которым должен заняться новый состав Городской Думы, это будет утверждение или назначение, или утверждение, или выборы через определенную процедуру нового городоначальника города Владивостока. Это вот, наверное, через год. Через год, через год. Или через два. Как вы думаете, вот сейчас Дума избрана. Мы примерно можем понять, кого они предложат нам в качестве городоначальника. Как уже этот процесс сейчас будет проводиться. И нужно нам ли это знать. Или нам скажут, вот вам человек, и будьте довольны, и любите его. Ну, вы знаете, для меня, как для избирателя, для гражданина, вообще небезразлично, что у нас в городе нет мэра, да, сейчас. И вот эта вот ситуация неопределенности, она длится-длится, и непонятно, сколько она будет делиться дальше. Ну, пока мы не получим решение суда, наверное, если он не будет затянут, и не сечет срок. Да, понятно, да. Но я говорю о фактической ситуации, которая есть. Понятно, что у нее есть объективные причины. И жалко, что выборы в Думу, в городскую, не стали какой-то площадкой, на которой бы обсуждались такие вещи, как кто будет следующим... Ну, мэром нашего города, да. Да, это хорошее замечание. Какая есть программа... Развитие Ради Востока, да. Ведущие партии, они либо как-то вопрос этот обходили, либо ничего не говорили. Я, по крайней мере, этого так и не услышал, не видел. Это, конечно, печально. Это печально, потому что вы абсолютно правы. Я должен с вами также согласиться. Хорошо было бы заранее понять, вот идут на выбор партии, кого они хотели бы видеть. То есть это уже была бы другая предвыборная история, даже в рамках выборов муниципальных на уровень депутатов. Дмитрий Ильич, да. Пошла бы Единая Россия с готовой кандидатой, что вот мы хотим стабилизировать власть, Межонова оставить мэром, да. Я пошел бы проголоснулся спокойным спектром, даже вы еще ни о чем не думаете. Ну, хорошее замечание. Хорошее. Дмитрий Ильич, спасибо вам, что мы вам дозвонились, а вы вышли с нами на связь. Спасибо. Да, это Дмитрий Ильич Алексеев, один из создателей славной, знаменитой, компании ДНС. Вот такое мнение. Я думаю, Павел, что вот это вот совершенно резонно, да? Совершенно верно. Я еще раз повторюсь, наверное, девизом этой компании стало следующее словосочетание. Черные технологии победили нормальное общение с избирателями. А что вы называете черными технологиями? А черные технологии, это то, как раз о чем мы говорили. Черный ворон. Черный ворон. Черный ворон, черный ворон. Это как раз-таки подвозы избирателей, фальсификации результатов, какие-то голосования не по прописке и так далее. То есть, их целый набор, и он показался во всей красе вы это избираете. И это именно в рамках досрочного голосования, да? В большей степени, да. В большей степени. Потому что это больше освещалось и в СМИ, и было действительно больше явных нарушений. То есть, в день-то голосования, как таковых нарушений мы не видели. То есть, все проходило в штатном режиме, и даже если какие-то технологии применялись, без какого-то ажиотажа и без массовости. Давайте я еще раз уточню, чтобы мне было понятнее и нашим радиослушателям. Если взять людей, количество людей, пришедших голосовать досрочно и в день выборов. Какое их соотношение? Это треть пришла досрочно. Одна четвертая, одна пятая, может быть, около 20%. 20-25%. Что говорит ваш экспертный опыт по прежним годам? Это цифра реальная? Это экстраординарная цифра, которая в обычных условиях, без внешнего воздействия на избирателей и на их массовую явку на участки, такая цифра невозможна. То есть, с одной стороны, можно сказать, да, это всего лишь там какие-то 3% от населения Владивостока. Ну, это от общего населения, от числа явившихся. Каждый, есть у вас 30 знакомых? Да, да. Из них полтора человека пришло досрочно голосовать. Есть примеры даже в ходе этих выборов, когда мы видим участки, где практически не было досрочного голосования, а рядом с соседней улицей, там пришло тысяча человек. Я так скажу, были участки, где было среднестатистическое досрочное голосование, да, там приходило 5-10 человек, соответственно, те люди действительно… Ну, 20 максимум, да, наверное. 20 максимум, те люди, которые действительно не могли там прийти 10 сентября проголосовать по тем или иным причинам. А есть участки, где по 100-200 человек, причем они… Я имею в виду на участках, на УИКе одном, то есть, а там-то их на округе по 10, по 12. Скажем так, вот господин Алексеев, как математик, ему очень интересно было бы положить перед ним сводную таблицу вот по этим выборам, по округам и участкам, и он вам за 5 минут карандашом сразу выделит, где что выбивается из общих тенденций. Когда, допустим, в одном округе приходит 200 человек за 10 дней голосовать досрочно, а в другом 1200 или 800, то встает вопрос, что там произошло. Но девизом этой кампании еще одним, который начался прямо еще с праймера, с «Единой России» для некоторых, можно сказать такие слова, вы ничего не докажете. Почему не докажете? Подождите, почему не докажете? Я сейчас еще раз вернусь к математике. Я тоже смотрел данные по предварительному голосованию, и здесь, конечно, фантастическая закономерность тех участков и округов, где пришло мало людей. Их-то всего, по-моему, 2 либо 3 из наших общих, 17 у нас по городу. Вот из 17, условно говоря, на трех участках, я бы сказал, объективная явка людей на досрочное голосование. 20, 30, 60 человек. Получается, что это сплошной коррупционный подкуп или просто подкуп людей, или как-то им обещание. Это влияние же на избирательный процесс. Конечно, это влияние. А если это влияние, значит, любой суд должен сказать, да, вот факты складываются в такую картину, а картина говорит подкуп. Не обязательно. Да, сейчас. По влиянию. По влиянию. Пашу секунду. Смотрите, на досрочное голосование пришло 13 тысяч горожан. Пришло или перевели, уже неважно. Так, хорошо. Всего, Единая Россия, вот сейчас по предварительным данным, уже посчитано 95% бюллетеней, получает 25-26 тысяч голосов. 25 минус 13, получается, 12 тысяч прошло в день. Половина, да. И 13 тысяч получили коммунисты. То есть, мы видим, что без досрочного голосования, а мы не сомневаемся, что там, вчера требовали, кстати, пересчетов досрочки, но результаты пока неизвестны, да, но понятно всем, что там будет. 80-90% на досрочке за Единую Россию. Еще раз все скажу. Я повторю вашу цифру. Половина результата приведена на досрочке. 13 тысяч человек пришло голосовать предварительно. Мы не знаем, за кого они голосовали. Мы можем предполагать, что они пришли голосовать за правящую партию. Но мы об этом будем знать. Андреич, мы будем знать сегодня уже об этом, когда вскроются акты пересчета досрочного голосования. А всего за Единую Россию проголосовало 25 тысяч. Так вот, если 25 тысяч и 13, это их голоса, означает, что в день голосования пришло меньше даже на тысячу человек, чем за неделю перед голосованием. Это невозможно. И немного меньше, чем за коммунистов. Это невозможно, если бы на процесс не было оказано влияние. Там, подвоз, ну, не знаю, подкуп трудно доказать, хотя, может быть, и легко. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, если кто-то из партий, не будучи удовлетворен результатом, а я думаю, что у коммунистов всегда есть такая история недовольства некого, да, потому что... Ну, они же тоже на этой земле ходят и видят, что происходит. Задастся целью что-то пооспаривать. Тут есть о чем поговорить. Результаты не могут быть поставлены под сомнение в целом, но в отдельных городских локациях, я думаю, там есть в чем покопаться. И по закону уже разрешено нам отдельно, ну, нам, избирательным комиссиям, отдельно считать те бюллетени, которые были поданы, брошены до срока голосования. И мы можем, вот, сегодня вечером, да, уже будем точно знать, за кого эти голоса, и мы думаем, что они за ту партию, про которую мы думаем. Да, все верно. Юрий Ильич, у меня один момент про досрочное голосование. На самом деле, на Медне... Один, у меня масса моментов про досрочное голосование. Нет, важный достаточно. На Медне председатель страны избирательной комиссии, Элла Панфилова, сказала, что в тех городах, где досрочное голосование выше 1%, уже, соответственно, возникает подозрение, а законны ли там все результаты, и... Опа! Да, то есть, действительно, Лето так. А у нас, получается, почти 4%, то есть, по нынешним цифрам... Слушайте, у нас есть шанс еще раз войти в историю. Я как раз, сегодня коллеги в СМИ уже пишут, что Владивосток побил очередной антирекорд, и даже если, там, не говорить сейчас об отмене выборов или досрочного голосования, но опять стоит просто посмотреть, потому что мы... Понятно, что здесь... Несколько недель назад говорили, что происходит на самом деле беспредел. И мы, может быть, отдельно потом попозже затронем, что здесь, я уверен, свою репту сыграли вновь в силовые структуры. И отдать им должное. Я не имею в виду, что вы имеете в виду. Такую репту. А я расскажу... Положительную внесли? Положительную, совершенно верно. То есть, первый случай, когда они вмешались в компанию и правильно сделали, это была ситуация с Праймерис, когда выдвинулся массово команда Николаева. Ну и вы думаете, из силовых структур пошла справка, где было написано, что данные кандидаты поддерживаются блоком. Я в этом уверен. Человек, который был связан с криминалом, и было принято решение Единой России. Спустя 3 месяца. Сказать им, ребята, не надо, не портите нам наш имидж, да? Я ни с чем другим не связываю снятие за 3 дня до... Блока Владимира Николаева. Совершенно верно, массово. Который шел от Единой России. Да. А здесь, соответственно, после того, как было видно, что предварительное досрочное голосование достаточно проходит с нарушениями, был случайно задержан некий человек, который занимался подобными фальсификациями. Подождите. Это случайно случилось на том берегу Амурского залива? Нет, нет. Где? На Песчаном? Нет. Нет, нет. А где? В 13-й школе. А что в 13-й школе произошло? Вы не читали в субботу СМИ? Я что-то смотрел, что был взят за руку человек по имени Антон. Ну, совершенно верно. И получил 2 недели СИЗО, и против него обвинение в том, что он пытался подкупить председателя территориальной комиссии для взброса. Нет, все хуже. Человек... На самом деле тут же ситуация очень простая. Мы же... Город-то у нас небольшой. Что, сегодня небольшой? У нас славный, огромный город Долсурийска. Долсурийска. И если мы сейчас посмотрим на результаты голосования во Фрунзельском районе, то там вот есть такой Фрунзельский район, там 2 округа было. Там в обоих сейчас победили коммунисты. Так. В этом районе в субботу в одной из школ доблестные сотрудники органов госбезопасности... ФСБшки и медицины, еще раз уточню. Я все сказал. Повязали... Повязали некоего москвича. Службы. Повязали некоего москвича, у которого подмышкой была пачка с конвертами досрочного голосования, куда упаковываются бюллетени. А в другой подмышке список избирателей. Вот. Сигналы поступали с мест постоянно. Ходят люди по участкам, что-то предлагают, подметные какие-то вещи. Рассказывают. Какие подметные? Они предлагают вбросить бюллетени, я правильно говорю? По сути, по сути, доблестные сотрудники правоохранительных органов пресекли во Фрунзенском районе массовую фальсификацию итогов досрочного голосования. А это государственное преступление? Это хорошая статья. Хорошая. Если в предвыборную статью нарушение избирательных прав заменят взяткой, например, то парень заедет надолго. Он надолго гостит. И он уже сейчас упаковался в СИЗО Владивостока. Приехал на выборы, пацан. Да, нет, конечно, я об этой истории слышал. Для меня она, конечно, фантастическая, потому что прежде такого не было. Процесс подкупа всегда, наверное, был, но прежде все-таки ФСБшники не делали таких акций. Хотя могли бы, наверное. Андрей Ильич, на самом деле у нас же неудельное княжество, где вот сидит губернатор, говорит, мне нужна городская дума, там свистнул, приехали люди из Москвы или откуда, которым здесь не жить, и начали делать все, что там захотелось. Деньги раздавать, водку раздавать и смущать честных председателей участковых комиссий. Соблазнами. Соблазнами. В порношоп и там что-нибудь. Не-не-не, ну это все превращается действительно в порношоп. Но люди же тоже не дураки, да? Человек послушал, послушал, приехал, позвонили из Тика, тут к вам приедет специалист, поговорите с ним. Но только вам решать. Человек послушал, послушал, да и решил, заявление написал. Молодец. Ладно, давайте мы привьемся на рекламу, потом снова продолжим обсуждать, в каком же жанре проходили эти выборы, сколько там было ужасного и будет там триллер. Мы вернулись после рекламы, мы говорим о том, как прошли выборы в городе Владивостоке. Это были те выборы, где избиралась, была избрана Дума города Владивостока. Александр Шемелев, Павел Наливай, как наши постоянные эксперты, по сложным политическим вопросам. И вот мы пришли к тому, что на этих выборах впервые, наверное, за всю историю выборов в городе Владивостоке появилось лицо задержанное, это политтехнолог. И мне кажется, что это нарушение каких-то правил игры. Потому что всем понятно, что на партии работают политтехнологи, у них такая профессия, чтобы влиять на избирателя. Но, если не ошибаюсь, этот политтехнолог работал на правящую партию. Его имя уже названо в печати, и боюсь, что он входит в ту команду, которая приехала сюда, чтобы, так сказать, помочь нынешнему губернатору разобраться с политическими процессами в Приморском крае. Прежде этого руководил господин Миткин, который до сих пор, по-моему, в СИЗО. Там они сейчас и встретятся в одной камере. В которой был совет. Александр Юрьевич, вот прежде вы всегда говорили, вот не надо злорадствовать над людьми, которые... Нет, я не злорадствую, человека уже в СИЗО определили. А этот уже полгода там сидит. На смену приехали новые и тоже заехали. Это Владивосток где-то. Сказал человек, который сказал, уральец по рождению, приехавший к нам, и теперь он тоже житель нашего славного города. Андрей Иванович, на самом деле мы смеемся, но это же смех там не сквозь слезы, это попытка анализа. Мы говорим о том, что и меняются правила игры. Я хочу еще напомнить, что и в городе Москве, ведь был подобный случай, правда, обошлось без управления Федеральной службы безопасности по Московской области и в городе Москве. Буквально, если я правильно слышал, вчера или позавчера в социальных сетях появился ролик, на котором зампредседателя одной из московских управ предлагает всем собравшимся, там были чиновники, подумать над тем, как обеспечить голоса для единой России. И когда этот ролик уже набрал какое-то количество просмотров и пошла волна возмущения, мэр города Москвы, господин Собянин, не разбираясь, не дожидаясь вообще, правда-неправда, под суд-не под суд, он его уводил, он его уводил. Хотя человек работал на правящую... А горосберком московский в этом районе поменял всех председателей участковых комиссий. Слушайте, но ведь что-то тогда меняется в нашей стране и меняется к лучшему. Хотя вот в этом отношении к выбору. Нас ждут выборы президента, и если вот такими методами региональные власти хотят делать, хотят привлечь избирателей на выборы президента, либо показать там хороший результат, если они хотят за кого-то его показать, а мы всегда понимаем, что власть, она консолидирована, какой бы она ни была, и ни один губернатор не будет ни за какого Зюганова никого агитировать. Понятно. И если вы губернатор, вот вы губернатор, да, а я, допустим, ваш... А вы у меня... А я ваш куратор из администрации президента, я вам говорю, Андрей Владимирович... Нет, вы у меня вице-губернатор, как раз вот по мнению политики. С чего-то вице-губернаторов, они ничего не решают. Вам говорит, Андрей Владимирович, вам говорит, у вас выбор президента. Вы готовы? Вы все в голове прокручиваете. Да, я готов, у меня вот здесь фальсификаторы приехали. Я бы не... Я бы там... У меня вот здесь эти руководители там торговых центров в городскую думу избрались, у них много водки. И в целом, и даже я думаю, что и сам расскажу, поагитировать. Нет, сам не ходи, у тебя рейтинг плохой, снимать тебя пока не будем, у тебя крыша хорошая. А с фальсификаторами, уважаемый Владимирович, пожалуйста, не надо. Осторожнее. Или вообще не надо. Не подставляйте верховного главнокомандующего. Подождите. Если прежде всем было наплевать, главное был результат, вы, наверное, это помните, ну, или почти было наплевать, ну, чтобы лишь бы не вышло дело на скандал. Ну, важен был результат. Что изменилось или меняется в нашей стране, что вот пошли такие процессы, что нужен не просто результат, а результат, который получен честно, в рамках закона. Павел. Да, вот действительно. Какие тут сигналы нам идут из космоса, из Москвы и вообще? Сигналы вполне понятные. Понятные? С прошлого года активно диражировали в средствах массовой информации. Еще при Вячеславе Володине это все начиналось. Принципы открытости, конкурентности, честности, легитимности выборов. То есть, вроде бы курс этот взяли и вроде бы им пошли, но вот в Приморье и Владивостоке как-то все с этим сложно. То есть, если в прошлом году здесь просто ограничились сушка явки, то есть, просто старались не усиливать агитационную кампанию по выбору, то в этом году вот отличились на досрочки. Причем, я отмечаю, что для единой России во Владивостоке и в Приморском крае сейчас действительно тепличные условия. Можно побеждать в условиях честной конкурентной борьбы и таким образом готовить почву для дальнейших кампаний. Потому что президентские выборы на таком фоне будут вызывать здесь вопросы. А кто тогда принимает решение? По вашему мнению, у единой России здесь как у правящей партии, там серьезные приличные люди, хорошие идеологи, есть реальные дела. Зачем им еще призывать политтехнологов, которые по старой привлечке говорят, проще привезти за бутылку водки, чем убедить человека? Почему? Я не буду сейчас гадать, кто принял это решение, но я считаю, что все-таки за политические процессы в регионе отличает один человек. Выбернатор. Совершенно верно. Он член президиума партии «Единой России», он знает всю повестку, внутреннюю эту кухню политическую. И именно своим политическим решением, политической волей, он мог прекратить это все на самых зачатках. Прекратить. Дорогие кандидаты. Совершенно верно. В этот раз работаем вот так. Идите к избирателям, делайте вот так и вот так. Или там уважаемый председатель партии «Единой России», кто там, Шуматов уважаемый. Вы еще куда смотрите, что у вас происходит? Ведь мы, почему меня позорите? Кандидатов от партии «Единой России» на каких руках видели? Первый округ голояд, да, был. Девятый черваков, Таран, Людмила. По пальцам можно пересчитать. Это люди, которые действительно работали, которые публиковали свои отчеты в средствах массовой информации, в социальных сетях. Да, это было видно. Но остальные люди. А есть, например, у кого идет мальчик, там, 30 лет, племянник, там, миллиардера долларового, да? Миллиардера. Рублевого, долларового миллионера. Ну и нормально. Два плаката повесил, там, два шарика детям повесил праздник какой-то. Фамилия у него известная, популярная в крае. Да, бог с ней с фамилией. У него же даже фамилия? А? У него же даже фамилия. Да, конечно. Ну, это что здесь? Не важно. Я пример привожу системный. Я понимаю. И при этом этот человек получает в два раза больше голосов, чем коммунист, который шачил на округе, условно говоря, и на партию, и на себя, с которого бабушки не слезали, что называется. Опять прав на студии. Вот. И есть вопросы. Он что, какой-то тайный авторитет на округе? То есть, мы сомневаемся в том, что он использовал законные способы агитации, да? И его результат говорит, что наши сомнения, скорее всего, оправданы. Ситуация очень простая. Вот возвращаясь к тому, что говорил Павел, за все отвечает губернатор. Если он не в состоянии в краевом центре, в политически важном городе, это не Анучино, это Владивосток, навести порядок в рядах своих соратников, либо тогда он в своем излюбленном стиле сваливает всю ответственность на приезжую команду технологов и говорит, до свидания, мои друзья, ваша деда остается, а вы уезжаете. Либо он сваливает всю ответственность на партию. Но тут тоже, вы понимаете, невозможно свалить всю-всю-всю ответственность. Тем более, что результат у партии какой-никакой есть 40%. Ну да, с помощью досрочки. Ну, может быть, и так пойдет. Ну, честно говоря, когда мы говорим о нашем губернаторе Владимире Владимировичем Миклушевском, я не вижу его активной роли во многих процессах. Я знаю, что он кому-то раздает поручения обычно, это его такое любимое слово, я поручил или я поручу или поручаю тебе, разберись. Но вот я начинаю сомневаться в том, что он руководит даже политическими процессами, хотя это кажется очень просто. Я думаю... Провести собрание и сказать так, так, так и так. И обеспечить вот такими способами. Я думаю, что многие люди, пройдя через праймерис Единой России и согласование у губернатора, они просто дальше наплевали на все, кроме желания получить результат. И в некоторых округах вот такая экстраординарная досрочка. Мы округ знаем, мы знаем, кого поить. Нам вы тут не указывайте. Но они подставляют тем самым систему власти. Но они и не боятся тем самым. Они уверены, что их прикроют. А мы говорим о том, что одного подтехнолога взяли с поличным при попытке дать взятку, да? Ну и правильно сделали. И правильно сделали. Чтобы немножко уверенность подутихла. Потому что борзота уже. Вот, ну и уже разозлился по его слову. Ну не все же. Не все попали. Вторую неделю подряд мы говорим об этом. И действительно, если бы не вот это вмешательство, я думаю, вчерашний день прошел бы немножко повеселее. На самом деле, если бы этого ареста в субботу не было, во Фрунзенском районе были бы такие же результаты с досрочкой. Объясню почему. Когда идет голосование в территориальных комиссиях в пять районных администрации, там пьяными ручейками текут граждане, да, с микрорайонов. Ну так. И там сидят наблюдатели от партии. Это несложно перекрыть. И, ну, идут и идут. А дальше все растекается в 200 участковых комиссий. И пять дней там что-то происходит. Представляете, сколько нужно людей, чтобы на пять дней рабочих, при этом рабочих, учебных дней, если речь о студентах, перекрыть весь город с этой досрочкой. Чего они там творили в этих участковых комиссиях, теперь уже одному богу известно. Ну, либо вот сейчас этот начнет. На следствии пять технолог. Ну, а может, не начнет. А может, не начнет. И в итоге, когда отфиксировались в территориальных комиссиях, 4000 человек проголосовало, и все разбежались в участковые комиссии. И вот пять дней там что-то происходило. Утром, в воскресенье вскрываются конверты. И оказывается, что там в участковых еще 9000 проголосовало. Я правильно понял, что у этого задержанного подтехнолога при себе были не только деньги, но еще бюллетени для вброса. Вот это неизвестно. Мы читаем только социальные сети, информацию черпаем из социальных сетей, из разговоров с такими же людьми, которые тоже что-то там читают. Но в СМИ уже прозвучало при попытке дать взятку председателю участковых комиссий. И прозвучало в СМИ, что человек в течение месяца ходил по УИКам Французского района и предлагал людям некую схему работы. Разберутся. Почему те люди, которые работают на этих выборах, председатели в основном участков, они решаются пойти на нарушение закона? А вы видели, не решаются? Их бронят. Один из случаев. Потому что, кроме того, что пришли люди, которые честно пришли голосовать, но честно продав свой голос, ведь были люди, которые не имеют права голосовать, у них прописка не там. Это же видно, когда вы им даете бюллетень. Это же явное нарушение. Почему вот эти случаи не останавливают руководители территориальных и безопасных комиссий? На самом деле, я бы не сказал, что были вот такого рода именно с пропиской, единичные на самом деле случаи, но они были. Вот это взаимокарусель и подвоз. Да, они яркие. И это отдельная технология, на которую надо бросать чуть ли не все силы. Проще на досрочку притащить, проще на досрочке что-то порисовать, чем вот это устраивать карусель. Но чтобы дорисовать, вы должны все равно найти, вбросить нужное количество бюллетеней. Правда ведь? У кого-то отнять хотя бы, кому-то испортить бюллетени. На самом деле, вот и случаи с возбуждением уголовных дел против... Слушайте, ну это криминальный детектив, я вот как раз к жанру. А вот сейчас криминальный детектив, да. Целая мафия там. Но глобально... Палет, да, сейчас. Валерий Ильич, я думаю, здесь уже все равно обозначился некий тренд, который связан как раз-таки с ужесточением контроля над избирательным системой. Обозначился я об этом не говорю. Да что-то меняется. Мы видели, что весной было возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Думы Владивостока за как раз-таки инцидент с попыткой подкупа избирателей на выборах депутатов законодательного собрания в прошлом году. Ким, да, говорите? Совершенно верно. Суд на ней же кончился, нет? Нет. Еще процесс идет. Но ее ждет какое-то там минимальное наказание административное. Тут важен сам факт и его активная раскрутка в СМИ. Сейчас мы видим, соответственно, ситуацию вот с этим политтехнологом. То есть человек, который не занимает никакую должность, нигде как-то юридически не оформлен, и опять-таки попал в... Запускается кем-то в систему комиссии, начинает там что-то... Подождите, чтобы этот человек вообще зашел и начал с кем-то разговаривать, а тот, кто сидит в комиссии, стал с ним разговаривать, ему должен кто-то был позвонить. То есть явно был звонок председателю территориальной избирательной комиссии, к вам придут, поговорите, послушайте, ну и взвесьте. Пойдете вы на это, не пойдете, да? На самом деле... Да, логично. Логично и так, скорее всего, и было. Мы раскручиваем. Мы раскручиваем, это не было прямо сейчас, а микрофон в сюжет. Вот мне рассказывали, что вот эту приезжую бригаду, их предупреждали, ребята, ребята... Наши предупреждали? Ну, предупреждали. Ребята, вы немножечко не туда рулите. Это кончится блудом. Остановитесь, подумайте. Потому что все видно. Все слышно. Слышно. Очень хорошо. То есть управление Федеральной службы безопасности по Приморскому краю еще раз заслуживает наших право. Молодцы, ребята. Хлопали жулика предвыбранного. Молодцы. Лучшие модераторы избирательной системы Приморского края. Молодцы, да. Много дел за ними хороших за этот год. Но, несмотря на это, вы же в будущее должны смотреть. Ладно, с этими нарушениями будут разбираться. Так, а будущее означает, что в Приморском крае, Владивостоке, накануне выборов президента, Единая Россия, как правящая партия, опять потеряла свое лицо. Если мы к концу дня сегодня узнаем, что практически все голоса поданы досрочно, будем за этой партией. Коммунисты требовали массово пересчитывать, собственно, досрочку. А там, где больше 1% досрочки, это почти везде ставилось отдельный штамп на бюллетень. И потом они вечером спокойно пересчитывали. Но, с точки зрения будущего, может быть, у нас не так много времени, всего два важных момента эти выборы показали. Первое. Администрация губернатора как не умела по-честному работать на предвыборном поле Владивостока и Приморского края, так и не умеет. И не хочет учиться, главное. Вот если у Пушкарева, у него была команда, он 5 лет назад вел за собой весь этот список Единой России, но реально его возглавлял и ходил по дворам по встречам. Ну, то есть, была некая повестка, о которой Алексеев говорил сейчас. Он давал политическую повестку. Да, реальный человек, реальный лидер с реальными задачами на будущее. Да, а сейчас все партии, кроме коммунистов, находятся под контролем администрации края. Все. И они не могут ни выстроить для Единой России в этих тепличных условиях чего-то, там, по-честному, красивого, да, в ходе выборов, ничего нарисовать, показать картинку будущего. Главное, что они не могут сформулировать, как говорится, сейчас образ будущего популярного словосочетания. Объяснить, зачем они туда идут и что будут делать с краем города. И как такая команда будет убеждать избирателей голосовать за действующего президента, я пока не понимаю. Это первый момент по будущему. Второй момент. Избрана городская дума, там, 40% у Единой России сейчас, да, 12% у ЛДПР, 22% у КПРФ и по 7% у Справедливая Россия и партия пенсионеров. Расклад понятен. Люди почти все понятны. Из одномандатников 4 коммуниста избрались и 13% единороссов. То есть, этот расклад говорит о том, что в Новой Думе будет порядка 21-22 голоса у Единой России. Это те люди, которые проходили согласование у губернатора. Больше половины. Праймерис, да? Около половины, больше половины. Больше половины. Больше половины. И там будет 8-9 человек от коммунистов, там будет 2 человека от ЛДПР и по одному человеку от Справедливой России и от... То есть, реальная оппозиция будет только коммунисты, 8-9 человек. Ну, и что теперь будет предлагать городу новая фракция Единой России? Ну, я думаю, что первым делом, тоже о чем говорил Алексеев, это кандидаты на исполнение должности и обязанностей мэра. До этого еще год. На других тем я вообще у них не слышал. Да интриги там никакой, как таковой, нету. Мы можем вызвать фамилии этих людей? Кого именно? Кого будут нам предлагать? Еще, думаю, рано. Да нет. Они могут срабатываться. Я думаю, сейчас внимательно и полпредства, и администрация президента будет смотреть на итоги этих выборов, а за год, как в том анекдоте, может и по дешах в отставку идти, и что-нибудь еще может произойти. Ну, честно говоря, я думаю, что то, как Единая Россия вот в этот раз провела избирательную кампанию, представительные муниципальные органы власти, никак не повлияет или не сильно повлияет на голосование за президента. Потому что Владимир Владимирович не член партии Единая Россия, он ее лидер, если я не ошибаюсь. И это огромная разница. И отношение к нему как-то все-таки вот разрывается между партией и нашим президентом. Ну, национальный лидер, наверное, задачи-то перед Миклушевским таких не ставил, любой ценой, включая водку, меня избрать на твоей территории. Я думаю, нет. Павел, что скажите? Я думаю, здесь да. Но здесь ведь вопрос... Ну, Владивосток всегда плохо голосует, в том числе и за Путина. Вопрос совершенно в другом, не в проценте, который Владивосток там отдаст за Путина или не отдаст, а в доверии к таковым выборам. То есть, и к самой процедуре. То есть, для главы государства будущего важно будет, чтобы выборы прошли открыто и честно и легитимно. То есть, легитимно, это же поддержка народа была высока. Это его авторитет, да. Совершенно верно. И здесь как раз-таки вот подобный инцидент и подобный стиль работы, он будет только мешать. И я не понимаю, почему нынешнее оригинальное руководство не берет на себя эту ответственность. И, к примеру, если у нее есть планы на Владивосток, почему он не включается в работу? Ведь мы знаем, что губернатор может работать на территории. У него была прекрасная кампания в 2014 году, когда он ездил по краю. Большой проезд. Да, большой проезд. Единственный, но большой проезд по Владивостоку. Со своими заместителями и просто заявить о выборах. А у нас в итоге весь народ поехал на море, на улицы Дальнего Востока, на ДВФУ смотреть. Никто про выборах не объявил. Все забыли. Они боятся. Все довольны оказались. Они боятся выйти в нормальную электоральную историю. И поэтому лучше такие, знаете, такие надежные, старые, дедовские медовы. Ну, честно говоря, когда я смотрю фотографии пресс-службы администрации нашего президента, администрации края нашего губернатора, где встречается Миклашевский с публикой, я по этим фотографиям вижу, что публика не очень рада нашему губернатору. Все как-то говорят, один говорит о своем, а другие думают о своем. Ну, и, кстати, последняя вишенка на торте. Какая вишенка? Когда в субботу СМИ, вот сейчас об этом в сетях говорят, когда в субботу СМИ начали активно писать про аресты вот этих вот технологов, которые вроде как для партии власти там пытались участковые комиссии снабжать деньгами, да? По редакциям стал звонить пресс-секретарь губернатора. С просьбой. Олеся Иосевич, с просьбой, зачем вы это ставите? Писать больше, чаще и лучше. А честно, и редакторы рассказали, вы знаете, куда звонить. Ну вот, на самом деле, хотя не так уж много людей, меньше 10%, наверное, пришло вчера на выборы в городе Владивостоке, эта тема страшно интересна. Вот ей-богу. Здесь вот мы даже перебрали этапы этой избирательной кампании. Мы видим, что есть фильмы для взрослых, детективы, триллеры. Кончаются тем, что один из героев сел в СИЗО. Криминальная драма. Криминальная драма. И мы пытаемся здесь понять, кто, зачем, как стоит. Это страшно интересно. И я благодарю вас, что вы к нам пришли, а тех, кто нас слушал, за то, что дали себе труд до конца нас дослушать. Выборы – это интересно. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok